Антон Павлович Чехов не в духе. Становой пристав Семен Ильич Прачкин ходил по своей комнате из угла в угол и старался заглушить в себе неприятное чувство. Вчера он заезжал по делу к воинскому начальнику, сел нечаянно играть в карты и проиграл 8 рублей. Сумничтожное, пустяшное, но без жадности. И корыстолюбие сидел в ухе Станового и упрекал его в расточительности. 8 рублей. Какая важность! Старался заглушить в себе Прачкин этого беса. Людей больше проигрывают, да ничего. К тому же деньги делал наживное. Съездил раз на фабрику. Я в траксе Рылова. Под себе и все 8. Даже больше. Зима. Крестьянин торжествуя. Монотонно зубрел в соседней комнате. Сын Станового. Ваня. Крестьянин торжествуя. Обновляет путь. Торжествуя. Продолжала размышлять Прачкин. Сыпать бы ему десяток горячих. Так не очень бы торжествовал. Чем торжествовать? Лучше бы подать ей исправно платил. Восемь рублей. Какая важность. Не восемь тысяч. Всегда отыграться можно. Его лошадка. Снег почуя. Снег почуя. Плетется рысью. Как-нибудь. Еще бы она вскачь понеслась. Рысак какой нашелся. Скажи на милость. Кляча. Кляча и есть. Нерассудительный мужик. Рад спену лошадь гнать. А потом как угодит в прорубь или в овраг. Возись потом с ним. Только поскочи мне. Я тебе такого скипидару пропишу. Лет пять не забудешь. И зачем я с маленькой пошел? По детству затрев. Не был бы без двух. Бразды пушистые вздымая. Летит кибитка удалая. Бразды пушистые вздымая. Вздымая. Бразды вздымая. Бразды. Скажет же я такую штуку. Позволяют же писать. Прости господи. А все десятка в сущности наделала. Принесли же ее черти не вовремя. Вот бегает дворовый мальчик. Дворовый мальчик. В салазке жучку посадив. Посадив. Стало быть наелся. А у родителей нет того в уме, чтобы мальчишку за дело усадить. Чем собаку-то по дуру возить. Лучше бы дрова колол. Или священное писание читал. И собак развели не пройти, не проехать. Было бы мне после ужина не садиться. Поужинать бы и уехать. Ему и больно, и смешно. А мать грозит ему в окно. А мать грозит ему в окно. Грози, грози. Лень на двор выйти да наказать. Задрала бы ему шебенку да чик-чик, чик-чик. Это лучше, чем пальцем грозить. А то, гляди, выйдет из него пьяница. Кто это написал-то? Громко спросил прачкин. Пушкин, папаша. Пушкин. Стало быть чудак какой-нибудь. Пишут, пишут. А что пишут? Что пишут? И сами не понимают. Папаша, мужик муку привез. Принять. Но и мука не развеселила прачкина. Чем больше он утешал себя, тем чувствительнее становилась потеря. Так было жалко восьми рублей. Так жалко. Будто он и в самом деле проиграл восемь тысяч. Когда Ваня кончил урок и умолк, прачкин подошел к окну и вперил свой печальный взгляд в снежный сугроб. Но он только растерепил его сердечную рану. Он напомнил ему о вчерашней поездке к воинскому начальнику. Заиграла желчь, подкатила под душу. Потребности злить на чем-нибудь свое горе достигло степеней, не терпящих отлагательств. Он не вынес. — Ваня! — крикнул он. — Иди, я тебя высеку за то, что ты вчера стекло разбил.